Всем привет! Привет! Сегодня 27 апреля и мы наконец-то с вами в сегодняшнем выпуске. Материальную помощь наконец-то начали предоставлять, но только не нам. Да, не нам. Я соскочился, потому что мы теперь возим людей в Бангкок. Комендантский час продлен еще на целый месяц. Ну и, наверное, бухлишки не будут продавать. Новости из российских обсерваций. Наша любимая Райна из русского кафе «Огурцы» в России переживает обсервацию в очень непростых для нее условиях. Ну, бывает и хуже. Также Арина из Екатеринбурга была доставлена благополучно в Россию, но их тоже закрыли на 14 дней. Да, весело это все, потому что у нас заболевших на данный момент 15 человек на всю страну. И там около 300 в больницах на 70 миллионов человек. А людей закрывают якобы. Ну, наверное, заботятся, чтобы местные не заразили тех, кто приезжает. Честь им и хвала. Спасибо. Особенно мило видеть, как какие-то спортивные залы в школах оборудуются кроватями на расстоянии 2 метра. Ну, кто-то говорил, что это для рыбаков каких-то на Сахалине. Но это жесть. Это просто супер-мега-обсервация. Главное соблюдать дистанцию в полтора метра между кроватьями. Материальную помощь начали действительно выдавать. Люди получают баснозловные суммы. 200 тысяч, 100 тысяч. Где мои деньги? Вот этот же вопрос задают жители России. Где их деньги? В принципе. И когда они теперь будут? Спасибо, что кому-то приходят деньги. Надо было заполнить без ошибок заявление. Получить сначала от фонда память поколений. Потом получить от МИДа. Теперь передали все это в Минкомсвязи. Создали какого-то бота, который должен обнулять предыдущие заявки. Он то ошибается, то не ошибается. Ну, короче говоря, веселуха. Но результат есть. Есть результат. Не знаю в процентах, сколько человек получило деньги. Но уже есть такие счастливчики. Пройдя 120 испытаний, огонь, воду и медные трубы, вы, возможно, получите какие-то приятные денежки от государства. Есть инструкция, как действовать тем, кто не понимает ничего. Попробую ее где-нибудь найти вам вниз, скинуть. И те, кто прилетел до 1 января, это мы, должны надеяться на более крутую поддержку 90 долларов в сутки в связи с чрезвычайной ситуацией. Это постановление правительства от 2010 года. Серьезно? Да. И, скорее всего, новое постановление сделано как раз для того, чтобы затмить старое. Потому что ведь 2 400 в рублях сейчас, это не 90 долларов. Это гораздо меньше. То есть лучше вот эти деньги заплатить, чем те, которые полагаются людям, которые застряли в режиме чрезвычайной ситуации. Обалдеть. А кто раскопал этот суперприз с сокровищами? Ну, мы еще копнем, потому что нам надо убедиться в том, что... Мы должны провести расследование. Нет, мы должны просто получить деньги и побольше. Короче, как напишем письма, разошлем их во всякие МИДы, отчитаемся. Комендантский час, несмотря на хорошие результаты по выздоровлениям и отсутствия новых заболеваний, был продлен на 30 дней. Как ты думаешь, чем это может быть связано? Я думаю, что элементарно для недопущения криминала кушать-то всем хочется. Ну, то есть одно другому не мешает. Количество больных уменьшилось, а количество здоровых, которые хотят есть, ну, как бы увеличивается. А туристов не приезжает. Ну, и в принципе, когда закрыты всякие мелкие бизнесы, денег у тайцев не прибавляется. И есть еще нелегалы, есть еще такие, как мы. Ну, в общем-то, всех надо держать ночью дома. Ну, вполне себе оправданно. Безопасность повысится. Да, при этом они хотят открывать уже внутреннее сообщение. Скоро три рейса из Суратани. Ну, Бангкок и Эрвейс не обещают. Они как закрылись, так и, видимо, не будут открываться. Им невыгодно таскать этот самолет. Ну, хотя бы один раз в день сделали бы. Чего издеваться-то? Ну, может быть, это связано как-то с обслуживанием аэропорта. То есть Суанапум открывается для приема рейсов. Но не за границей. Ну, вывозные рейсы так и остаются. Мы на них возим людей. Эвакуационные рейсы наконец-то стали регулярными. Ну, как сказать регулярными. Москва и Питер, вот как один раз отвезли 10-го там или 12-го, не помню числа. Так теперь все. Возят только регионы. Москва и Питер сидят здесь в огромных количествах и ждут, когда из других стран привезут в Шереметьево людей. Видимо, автобусов опять-таки нет. Нет автобусов. Потому что уже об обсервации там речи никакой нет. По крайней мере, отсюда, из Таиланда, в Москву. Ну, было бы глупо. Возможно, возможно, что они сделают обсервацию на этом этапе. Но это такое будет глупое решение. В регионах еще понятно. Они там борются с тем, кто из Москвы прилетает и из Питера теперь, где много заболевших коронавирусом. Ну, окей. А уж в Москве-то куда? На Самуи все спокойно. В больницах не осталось заболевших. Дождик идет. Сюда можно приехать. Вчера я привез двух туристок из Бангкока. Ну, правда, заселиться им было трудно в гостинице. Потому что, ну, они закрыты. Надо найти тех, кто согласится принять новых туристов. Слушай, а с передвижением и сообщением на Самуи, вот тебе как частному драйверу, какие-то препятствия были? Препятствий не было. Один раз я пописывал в бутылочку на наркотики и на... Отрицательные. И на наркотики и алкоголь. Посмотрели машину. Ну, наверное, если бы я вез ящик пива, как меня просят девчонки в фейсбуке, наверное бы, да, меня что-нибудь остановило бы. Так справок не надо. Никаких писем даже не спрашивают. Потому что видят европейца. Тайский мини-баз, который с нами ехал, ну, в общем-то, остановили. Ну, спросили, куда он и чего. Он показал, наверное, письма. Или просто рассказал, что это туристы в аэропорт. И все. На обратном пути около парома бригада записывает какие-то данные о человеке. Спрашивает, откуда он явился. Особо ретивые, если вдруг скажешь «Бангкок», начинают тебя регистрировать. Поэтому, ну, говорите, что суратане. Особенно, если уверены, что сидели все время в машине и один раз в отеле сиделись. Ну, то есть не были в местах повышенной некомфортности. Ну, например, в провинции Сан-Кала, где сейчас на юге мусульманский Рамадан. Там чуть-чуть побольше вируса. Нашли вирус у нелегальных иммигрантов тоже в Малайзии. Где-то начали их даже лечить. Нелегальных иммигрантов? Да. Ничего себе. А их потом сдадут, депортируют после того, как вылечат. Неизвестно. Не будем распространять слухи. Наблюдали тут за нашей любимицей Захаровой и всем МИДом. МИД там активно постит что-то про наши успехи при завоевании Берлина. После печенегов? Нет, нет. Ну, где-то в 45-м там были у нас успехи. И, в общем-то, сейчас МИД очень активно этим занимается. Также Захарова в брифинге дает о том, сколько она вывезла, вывозит. И про материальную помощь тоже говорит. Уже чуть-чуть в другом ключе. То есть, не то, что вы там все ошиблись. Ну, что мы работаем уже теперь. Работаем. Работаем. Но они и так работали, не покладая рук. Теперь вот. Еще. Еще надо поработать. И напоследок мы пьем воду за ваше здоровье. Не болейте, друзья. Оригинально. Мы пьем. Всем пока. Пока. По скриптум. Эту новость надо было сказать самой первой. Всем, кто находится в Таиланде, по любому типу визы, продлили пребывание до 31 июля автоматом. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok